Начнем. У нас начинается блок лекций, посвященных аналитической верификации программ, целью которого является рассмотрение методов доказательств корректности последних программ Флойда Хорра. Значит, отчетность по этому блоку будет заключаться с задачей зачета и решения задачки на доказательство корректности простенькой программы на зачете. Соответственно, как показывает опыт предыдущих лет, если вы познакомитесь с этим блоком, заранее, если вы порешаете задачки самостоятельно, то проблем у вас с задачей зачета не будет. Лучше, если к этому подходить в самый последний момент, то может выяснится, что вы не на все грабли успели наступить заранее, и вы на них будете наступать на зачете. Как бы практика из года в год продолжается. Ситуация не меняется. В практике выясняю, что третий дарит сразу, а две трети предпочитают на ограбленно наступать на зачете. Так, значит, прежде чем мы выступим сами методом, не только раньше, чтобы мы вспомнили фреймбок, в рамках которого мы работаем с верификацией программы. Для этого я хотел нарисовать нашу классическую картину мира, которую мы всегда рисуем при рассмотрении вопросов верификации. Картина заключается в следующем. Положено, у нас есть программа, корректность которой нам надо доказать. Первый вопрос, который возникает при этом, что такое корректность программы. Я думаю, вы с этим вопросом сталкивались в прошлом семестре, а моделл чехи уже в рамках нашего курса и лекций, и можете уверенно ответить на него. Правильно? Я подозреваю. Так, что это такое? Доказать корректность программы. Доказать, что у нас средства требуют. Доказать, что у нас средства требуют. Логично. Значит, у нас появляются понятия требований и понятия соотношения между программой и требованием. Я вам говорю, что программа требованием соответствует. Соответственно, именно это в действительности рассматривается во всех наших лекциях. С тем дополнением, что говорят о реальной программе с реальным количеством мира и с требованием того же мира, мы не можем оперировать с помощью этими понятиями с помощью математического аппарата. Математическим аппаратом может оперировать только математическими объектами. Соответственно, у нас для того, чтобы с помощью математики можно было работать с программой и с требованиями появляются модели. соответственно, программы и требованиями, которые уже определены в рамках каких-то математических теорий, которые являются математическими объектами. также понятие соответствует в рамках математической теории ставится в соответствии отношение между двумя видами математических объектов. и уже находясь в математическом аппарате, мы можем доказать, что один объект находится в определенном отношении к другим объектам. Собственно, в рамках этой схемы вы работали с большинством подходов по верификации программ. Например, вводя модель, рассматривая модель программы в виде модели крепкие, модель требований в виде некоторой формулы на языке логики, например, какой-то из топоральных логик, вводили понятие того, что формула выполняется на модели крепкие, после этого могли доказать, что данная конкретная формула является истинной, полнимой или невыполнимой на данной конкретной модели крепкие. В рамках нашего блока лекций мы также будем действовать в соответствии с этой схемой. Мы введем понятие модели программы, в нашем случае последовательной, для которой мы будем доказывать свойства, сформулированные в виде модели требований в нашем случае это будут две логические формулы предусловия и постусловия. Соответственно, мы введем понятие отношения соответствуют, что значит модель программы удовлетворяет требованиям, сформулированным в виде пред-постусловия. Значит, в рамках начало нам потребуется определить математический аппарат, в терминах которого мы будем вводить соответствующие модели. Возможно, это не самая интересная часть, но от нее мы никуда уйти не можем, поскольку прийти и начать оперировать термины, которые не введены, в математике не принято. Что не скажут, что программируют. Когда программа расхабатывает, вы можете прийти и начать ее писать, не до конца разобравшись с требованиями, которые к ней предъявляются. Потом выяснится, что вы пользовались терминологией не до конца определенной, которая в вашем понимании и понимании заказчика сносилась с несколькими разными вещами. Если у нас время останется, может, мы немного поговорим на последних лекциях про инженерию требований. А сейчас мы приступим к ведению математического аппарата, с помощью которого мы будем определять понятие модели программы и понятие модели требований к этой программе. Для этого нам потребуется следующее определение. Мы будем говорить о переменах, которые имеют много значений. Соответственно, для переменной V область значений мы будем означать как V, V. Воле того, переменные в программе мы будем рассматривать трех видов входные переменные будут означаться как X, промежуточные переменные и выходные переменные. Соответственно, у нас вектор входных значений будет означаться X. X. С чертовикой наркоматичным будут полтора на промежуточных и выходных переменных значений Y в чертове и X. Соответственно, домен входной программы будет значаться таким образом. И это, естественно, является сокращением для декартового произведения доменов соответствующих переменных аналогично домен промежуточных переменных и Z. И, соответственно, выходной домен программы будет обозначаться D, Y и Z с чертовой. Значит, мы будем считать, что объединение всех доменов переменных, которых в программе у нас присутствует в универсальной домен D, в котором есть выделенные специальные значения, назначаемые True и False. Соответственно, все функции, которые дают значения из True и False, мы будем называть фрадикатами над входным доменом встречи и фрадикатами. То есть, фрадикат это просто функция, которая возвращает значение либо True, либо False. Кроме того, мы будем считать, что у нас есть специально выделенное значение хомика, которое не входит в домен D, и оно будет использоваться для обозначения неинциализированной переменной. Соответственно, в качестве сокращения у нас будет использоваться Tv+, так, плюс где пишем, вверху. Так называемый расширенный домен переменной состоящий из собственно домена это переменная и потенциально выделенного значения у меня. Теперь, когда мы ввели базовое обозначение, можем перейти к введению понятия блок-схемы программы, которая собственно будет представлять тот математический объект, с помощью которого мы будем моделировать верифицируемую программу. Значит, для этого мы ведем понятие операторов блок-схемы, которые бывают пяти видов. Оператор старт, так, помечен функцией инициализации промежуточных значений. То есть, f это функция из домена по 2 значений в домен промежуточных значений. f плюс нет, в данном случае плюс не нужен. То есть, все переменные инициализируются? Здесь? Да. Хорошо. В нашей модели мы считаем, что все переменные на первом шаге инициализируются. Здоровье. гид операторов блок-схемы это оператор присваивания, который помечен функцией. g, которое по значениям входных промежуточных переменных задает новое значение промежуточных переменных. Третий вид операторов оператор тест или условный оператор, который помечен предикатом t от x y. соответственно t у нас из доменов входных промежуточных переменных выражает в домен true true false бульон китами. А при сравнении обязательно используют входные переменные? То есть оно может работать с промежуточными переменными, но если смотреть на это с точки зрения формальной, математической, то у нас есть функция, которая получает на вход промежуточные переменные и входные она вольна использовать либо входные, либо промежуточные, либо эти и другие, либо вообще никакие. То есть в любом случае остаются функции от такого-то числа переменных с таким-то типом. То есть она может быть просто константой и все забивать нулями. Никто ее в этом не ограничивает. Четвертый вид операторов оператор джойн, оператор слияния, и последний вид операторов это завершающий оператор, который помечен функцией возвращающий по входным и промежуточным переменам вверх от значений выходных перемен. Соответственно, это будет использоваться для определения того же, что посчитала наша программа. формально формально говоря, когда мы будем рисовать блок-схему из этих операторов, у нас в разных частях блок-схемы могут возникать одинаковые операторы. Поэтому, чтобы их можно было различить, вводится понятие меток. То есть, понятно, что если у нас в разных частях программы написаны х равно единицы, то чтобы как-то отличить х равно единице в начале программы где-то в кц, мы ставим и говорим L1, там пишем L10. Соответственно, с блок-схемой то же самое каждому оператору ставить соответствие метка, который позволяет уникальным образом ее отличить от такой же такого же оператора в другом месте блок-схемы. Тестына множество меток программы означает лямбно P. Теперь у нас появились все определения, чтобы вести понятие собственно блок-схемы. блок-схемы программы мы будем называть тройку. V, N, E, где V является множеством переменных программы, N, N является конечным множеством операторов блок-схемы. в данном данном случае у нас оператор состоит из двух частей из метки и собственно тело оператора соответственно у нас может быть однотипных операторов в этом множестве быть много, потому что они могут входить раз или нет. Конечным не в смысле что они оканчивающие блок-схемы, да, конечным, что они не бесконечные. Да, в смысле мощности множества. На этот конец множества E это множество связок блок-схемы, которые являются множество декартов произведения операторов блок-схемы, пара операторов и с надугающей помещено одним из трех символов true, false или epsilon. соответственно в своей сути блок-схемы соответствует графу, вершинами которого являются операторы и други связывают эти операторы между собой помеченные при этом одним из трех всего. Понятно, что не любой такой граф соответствует какой-то разумной программе, поэтому вводится понятие корректно определенной блок-схемы, которая является корректно определенной блок-схемы называется такая тройка V E 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 первое что в корректно определенной блок-схеме существует ровно один оператор старт второе в переговоре что для любого оператора N он находится на ориентированном пути от начального оператора к некоторому завершающему оператору оператору негативно рассматривать блок-схему как корректированный экран основные требования говорят что число и метки входящих входящих связок в операторы болт схемы а именно из начального оператора выходит ровно одна дуга точно также точно также из любого оператора типа sign выходит ровно одна дуга помеченная символом точно также из оператора join выходит ровно одна дуга помеченная символом значит из оператора хоть не выходит ни одной дуги а из оператора теста выходит две дуги и одна из них обязательно помечена символом говорит про то что число и типы входящих дух операторы блок схемы также соответствует типом средства начального оператора ровно ноль входящих дуг в него у оператора assign 1 как у оператора тест и хайл а у оператора join их больше либо равно единице соответственно любая плод схема который повторяет перечисленным премием будет называться корректно определенные вот схемой поскольку нам другие вот схемы не интересны то в дальнейшем мы будем опускать слова корректно определенная подразумевая что она такая есть ну и для того чтобы нам определить семантику поведения блок схемы мы ведем понятие конфигурации конфигурации программу p заданный блок схемы мы будем называть пару l sigma где это метка оператора блок схема то есть по сути место где находится поток управления вектор значений входных промежуточных переменных причем для промежуточных переменных вектор из расширенного домена потому что на первом шаге совершенно перемен у нас инициализирован это значение тем как оператор с меткой и будет выполнен соответственно семантика программы по заданной блок схемой будет определяться понятием вычисления который будет представлять из себя конечную и бесконечную последовательность конфигурации удовлетворяющие в следующем требуем итак мы будем называть конечную и бесконечную последовательность вычислений под конечную и бесконечную последовательность конфигурации вычислением если у нас первая метка 1 является меткой начального операции соответственно в этой конфигурации первой у нас все значения промежуточных переменных и дальше идет набор пунктов создающих семантику операторов которые говорят что если у нас меткая это является меткой оператора 100 повечено функции f то у нас вектор значений вектором который отличается вектора значений на предыдущем шаге тем что значение промежуточных переменных изменились в соответствии с присваиванием функции f всем промежуточным переменным это соответственно первое требование второе требование что если оператор старт то соответственно метка l и плюс первая является меткой оператора который связан с оператором старт выходящий единственный выходящий из него связка мы будем обозначать его саксессор метки и все начали аналогичным образом для других видов операторов соответственно для оператора у нас сигма и плюс первого есть сигма и т.с. замены значений промежуточных переменных в соответствии с присваиванием функции g а следующая метка это метка оператора следующего с оператором assign по выходящей дуге пепселла соответственно для оператора теста у нас сигма и плюс первая в точности попадает с сигма и плюс первая в точности спятая с сигма и плюс первая в точности А вот метка V1 является меткой оператора следующего за текущим оператором по предмету, если у нас выполнен кредитат на векторе текущих значений σ, соответственно, все то же самое с заменой с аксессором по символам труна, с аксессором символом false, если у нас этот кредитат на текущем векторе значений переменных не выполнен. Для кратера джойт у нас все просто, петель переменной не меняется. Метка у нас вычисляется однозначно, поскольку выходящая дуга ровно одна. Ну и наконец, для кратера ХАФ требуется, что если элитой является меткой кратера ХАФ, то она является последней в доноске последовательности. То есть эта последовательность является конечной и меткой является последней в этой последовательности. Так, ну что, то у нас подошло время перерыва, что я предлагаю на 5 минут прерваться и через 5 минут проработать.